Брежневский период Что была уверенность в завтрашнем дне И вообще, все у нас было Эта группа лиц крайне умело выбрасывает все плохое, что творилось в то время Рассказывая откровенные небылицы про Брежневские и Горбачевские времена О чем от совкадрочера не услышишь, так это о событиях 1953 года Когда власть узурпировала группу бандитов, называвшихся на тот момент партийной верхушкой Об этом вы сможете более подробно узнать из книги «Троцкизм против большевизма» За автором идеолога единственной коммунистической партии Петра Григорьевича Балаева В этом ролике я расставлю все точки над «и», продемонстрировав несостоятельность утверждений О существовании социализма в Советском Союзе после смерти Иосифа Сталина Рассмотрим процесс реставрации капитализма со стороны Конституции СССР Доходя до сегодняшних дней и центра мирового коммунистического движения Китайской Народной Республики Приятного просмотра! Но обо всем по порядку Начнем с самого начала С зарождения основного закона Народного государства Первая Конституция СССР была рассмотрена и принята Вторым Всесоюзным съездом Советов Который был запланирован на период с 26 января по 2 февраля 1924 года На этом съезде подлежали рассмотрению следующие темы Увековечивание памяти Владимира Ильича Ленина Деятельность советского правительства Бюджет Союза СССР Учреждение Центрального сельскохозяйственного банка Конституция СССР 26 и 27 января съезд не проходил в связи с утратой вождя мирового пролетариата Автора десятков томов научных трудов Одного из главных деятелей революции Владимира Ильича Ленина Его смерть стала большой потерей для мирового коммунистического сообщества И рабочих всех стран С прощальной речью выступили Климент Ефремович Ворошилов Михаил Иванович Калинин Надежда Константиновна Крупская Анатолий Васильевич Флоначарский Иосиф Виссарионович Сталин А также народные комиссары СССР Представители рабочих, крестьян и интеллигенции Уже осенью 1923 года Сталин начал подозревать скорую кончину Ленина На соседании политбюро Иосиф Виссарионович выступил с предложением После смерти тело вождя бальзамировать И перенести в мавзолей Дело Ленина не пропало зря Все ради чего он боролся долгие годы Нашло свое воплощение в молодой советской республике В дореволюционное время Права рабочих и крестьян с большими потерями Выбивались из реакционного режима Можно вспомнить хотя бы кровавое воскресенье С установлением и укреплением власти советов Прошлая система ушла в небытие На государственном уровне начали функционировать Профессиональные союзы Рабочий день был сокращен до 8 часов Труд стал достойно оплачиваться Отправилась на страницы истории безработиц С каждого угла звучало Требуется, требуется, требуется В 1922 году закончилась гражданская война Советская власть, более не скованная угрозой Внешнего вторжения Получила, наконец, возможности для того Чтобы показать всему населению Перспективы предстоящей мирной жизни Для этого нужно было разработать И принять новый свод законов На основе которого существовало бы И развивалось молодое советское государство Страна отчаянно нуждалась в новой конституции Которая и была принята в 1924 году Она распространялась на все союзные республики И была документом, согласно которому Участники Советского Союза вели внутреннюю и внешнюю политику Торговлю, устанавливали бюджет и так далее В вопросах неоговоренных в конституции Республики обладали полным суверенитетом Автономия республик была прописана так же, как и остальные права Конституция 1924 года Строилась на базе издания 1918 года Поэтому было бы неуважением не отметить следующее Положение о руководстве промышленностью Что в 1918 году Что в 1924 Ни одна страна, кроме Советского Союза Не могла похвастаться такой продуманной Системой управления промышленностью Этому в основном законе была выделена целая глава Которая в общих чертах давалась информация О ведении промышленной сферы страны Написано, какой нарком отвечает за ту или иную отрасль Какие права и обязанности имеет нарком и наркомат Скажу пару слов о базе Конституции 1924 года и ее последующих версий Первой социалистической Конституцией стал основной закон РСФСР 1918 года Но, как указано в документе, он являлся лишь временным, переходным документом Уже в 1924 году для всего Советского Союза был принят новый свод законов Дополненный и усовершенствованный В котором государство просуществовало следующие 12 лет По истечении этого срока была принята новая Конституция, которую в народе назовут Сталинской В этой Конституции не были прописаны некоторые моменты, добавленные в издании 1936 года К ним относились, например, права и обязанности рабочих и крестьян Положение о сосуществовании в стране государственной и кооперативной собственности Эти и другие положения были закреплены в общем законодательстве А их исполнение гарантировалось на самом высоком уровне Конституция 1924 года была документом, согласно которому граждане избирали и избирались во власть Также в Конституции четко прописывались права союзных республик Их суверенитет и правила ведения внутренней и внешней политики В издании 1936 года, широко известной как Сталинская Конституция Были добавлены следующие положения Общественное устройство, права граждан, государственное устройство Из этого мы можем сделать вывод, что Конституция в первоначальном ее виде Была разработана с целью укрепления экономических и политических связей между республиками А также для повсеместного верховенства советской власти Англия признала союз через несколько дней после принятия Конституции А США только в 1933 году Кому-кому, а большевикам мировая буржуазия точно не собиралась отдавать власть над такой огромной территорией Самые влиятельные капиталисты при помощи разведки регулярно пытались вербовать хоть сколько-нибудь имеющих отношение к политике граждан И чем выше стояли эти фигуры, тем лучше Из крупных можно отметить Зиновьева, Каменева, Тухачевского, Троцкого и так далее А большевикам тем временем нужно было укреплять существующие связи Развивать экономику, бороться со внутренними и внешними врагами и так далее И все это было изложено на страницах Конституции Конституция 1924 года и ее осуществления стали возможными исключительно благодаря партии большевиков и их революционной деятельности Сейчас мы это точно можем сказать Все действия, принимаемые ядром партии в вопросах политики и экономики, оказывались верными Уже через год после принятия Конституции началась индустриализация В кратчайшие по меркам истории сроки было построено огромное количество заводов и фабрик Ликвидированы последствия Первой мировой и гражданской войн Уровень благосостояния советских граждан вырос в несколько раз Заметно расширился жилищный фонд страны До 1924 года во всем мире не было такой Конституции Которая давала бы гарантии прозрачности выборов И такой ответственности избираемых во власть перед избирателями В 1927 году приняли циркулярные письма ЦИК о возможности отзыва депутата Что стало огромным прорывом в мировой политической сфере Для наглядности сравним два высших государственных органа тех лет Всесоюзный съезд советов СССР и Рейхстаг Веймарской Республики Состав всесоюзного съезда формировался из представителей городских и губернских съездов Система была следующая На 25 тысячи городских избирателей приходился один делегат городских съездов советов И съездов городских поселений А на 125 тысяч сельского населения приходился один представитель губернских съездов Советов. Прозрачнее некуда, но чтобы стать делегатом на Всесоюзном съезде, нужно было иметь большой багаж знаний для решения, обсуждения, оспаривания важнейших для судьбы страны вопросов. Конкурс на место делегата был огромным. В 1927 году ВКПБ насчитывало почти 1 миллион 200 тысяч человек. Кроме того, выдвигать свои кандидатуры могли и беспартийные, за исключением официально лишенных избирательных прав. В отличие от буржуазной системы выборов, в СССР действовал принцип «с низов вверха», который подразумевал, что добросовестному гражданину, занимающему какой-то пост, доверялась более ответственная должность в случае выбора кандидата избирателем. Вся система была открытой, а деятельность всей организации подотчетна. Посмотрим на Рейхстаг. В Эймарской республике, как и в любой другой буржуазно-демократической республике, была многопартийная система. Как это работает в капиталистическом мире? А так, что какую повестку выгодно продвигать? Такие будут лозунги у партий. И немецкий Рейхстаг здесь ничем не отличался от прочих буржуазных парламентов. Исключение составляла только коммунистическая партия Германии, которая к тому времени имела достаточно сильное влияние. Естественно, что широкое распространение коммунистических идей угрожало дальнейшему существованию капитализма в Германии. И нет ничего удивительного в том, что понадобилась контрпартия, действия которой усилили бы реакцию в стране, и которая бы явно запретила подобное коммунистическое вольнодумство. Вот так в 1920 году появляется НСДАП под маской из социалистических лозунгов. Уже в 1923 году Гитлер пообещал крупному промышленнику Тиссону, что уберет коммунизм с улиц Германии. Началась неслыханная рекламная кампания. Из-за трудного экономического положения, в котором находился выеморский режим, Уже в 1930 году НСДАП получает большинство мест в Рейхстаге. Без огромных вливаний в Гитлера от крупнейших финансовых магнатов Германии националистические идей не получили бы широкого прославления в массах. После 1933 года начинаются гонения на коммунистов, евреев, цыган и так далее. Крупные промышленники через НСДАП подменяют идеи о власти рабочих и интернационализме идеями об исключительности одной нации. Сплочение вокруг государства, ведущую роль в котором играет националистическая партия, ее лидеры. Что после прихода нацистов к власти делали с коммунистами, многие и так в курсе. Малоизвестного в наше время, но великого тогда коммуниста, члена КПГ Эдгара Андре продержали под стражей 3,5 года, в течение которых его пытали и всячески над ним издевались. В 1936 году его казнили путем отсечения головы, после чего 5000 заключенных в тюрьме Фельсбыттель объявили забастовку в протестному беспределу, через который пришлось пройти Эдгару Андре. Это лишь один из тех десятков, если не сотен тысяч коммунистов, что подверглись преследованиям и были казнены за борьбу с врагами пролетариата. Реакция в Германии победила и разгромила коммунизм внутри страны, что привело к угасанию внутреннего коммунистического движения на многие годы. Давайте вернемся к стране, у которой получилось защитить коммунистическую идею в горнеле гражданской войны и посмотрим, как менялась Конституция СССР. За время существования СССР было принято три издания Конституции. Первая Конституция стала документом, определяющим внутреннюю и внешнюю политики. Она связывала юридический и экономический союзный республик. В 1936 году добавили права и обязанности гражданина. Письменно закрепили в Конституции формы собственности и избирательную систему. Что же изменилось в 1977 году с принятием третьего издания этого документа? На момент последних изменений в основном законе государства с внутрипартийного переворота прошло уже более 20 лет. С 1953 года в СССР активно реставрировался капитализм под прикрытием коммунистических лозунгов. В 1957 году полностью национализировали колхозную собственность постановлением от 3 мая. На момент 1977 года экономика работала через пень-колоду. Не способная удовлетворить даже базовые потребности граждан. Все мы знаем истории про пустые полки и разгул спекуляций. Как за колбасой ездили в Москву, как ждали в огромной очереди предметы быта. Электронику, жилье и так далее. Чтобы много раз не повторяться, мы будем упоминая Хрущева вместе с ним подразумевать всю ту контрреволюционную группу, которую он представлял, а не исключительно самого Никиту Сергеевича. Если кратко, то Хрущева назначили первым секретарем в роли козла отпущения, чтобы при первой же возможности возложить прошлые провалы и неудачи. Фактически, он был марионеткой. Реальная власть принадлежала секретариату ЦК, коим большинство занимали предатели, карьеристы и прочие сволочи. Одним словом, пособники контрреволюции. С 1953 года контрреволюция активно разворачивалась и укреплялась. К 20-му съезду предатели в секретариате ЦК настолько уверенно ощущали почву под ногами, что на закрытом собрании 20-го съезда Хрущев выступил с докладом о культе личности Сталина, в котором уже покойный вождь был от макушки запят залит нечистотами. Также, сперва в докладе, а потом уже массово, была задана внешняя форма курса дальнейшего развития партии – марксистско-ленинская. На самом же деле, группа оппортунистов прикрывалась именами великих революционных деятелей для одурачивания народных масс. Тем, кому предназначался доклад, все и так прекрасно понимали, звонкоаплазируя дорогому Никите Сергеевичу. В 1957 году группа, обозначенная новорожденной буржуазией как антипартийная, в составе Кагановича, Маленкова, Ворошилова и Молотова, попыталась взять последний крупный бой врагам народа. Но метастазирование уже прошло на всех уровнях – от пропаганды до экономики. Так почему же в позднем СССР возник столь массовый дефицит товаров народного потребления? Причиной такому состоянию экономики послужило постановление ЦК о повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства. Этот документ отменял колхозникам оплату трудоднями. Скупая продукцию по госцене, государство тем самым лишало их продуктов своего труда и ликвидировало коллективную собственность. После этого и начали появляться спекулянты продуктами питания под прикрытием партийной верхушки. Официально к 1961 году СССР стал буржуазной страной с госкапиталистической экономикой. Монополистом в стране стало государство, так как коллективная собственность была ликвидирована. В то же время коммунизм в стране не наступил, что говорит нам о необратимых процессах в государстве. Фактически власть в стране принадлежала партии, а основные решения диктовало высшее партийное руководство. После партийного переворота власть в партии захватил секретариат ЦК. После разгрома антипартийной группы рычаги давления на реакционную верхушку партии кончились. Работа по развалу страны развернулась на всю катушку. Конституция позднего СССР стала последним этапом узаканивания власти троцкистов. После смерти Сталина путь в партию на ответственные посты был открыт исключительно карьеристам и подхалимам. Контрреволюционный переворот стал огромной трагедией для всего коммунистического сообщества. Первая и самая развитая социалистическая страна встала на путь реставрации капитализма. Благодаря огромной работе Вао Цзэдуна и его товарищей поездке Ворошилова в Китай с целью идеологического разгрома врагов КПК в Китае, в отличие от СССР, социализм одержал победу с оппортунистами и фракционностью. Поэтому сталинская конституция не осталась на задворках истории. Конституция Китая имеет довольно большое сходство, с учетом времени и местности, разумеется, с Конституцией СССР 1936 года. Основной закон Китая является очень схожим по содержанию советской версии. Конституция содержит описание прав и обязанностей граждан, основных принципов Китайской Республики, государственной структуры, выборов, управления на всех ступенях власти и так далее. И в первом и во втором случае была использована одна теоретическая база. Закономерно, что сталинская и современная китайская конституции крайне похожи. Ведь если отвечать на одни и те же вопросы в написании Конституции, опираясь на большой революционный опыт Маркса, Ленина, Сталина и Мао, то ответы будут крайне схожи. В китайской конституции вы не встретите размытых формулировок или уклонов вправо или влево. Самое главное, что теория не идет вразрез с практикой. На деле выходит следующее. Китай – социалистическое государство, развивающееся такими темпами, которое не может обеспечить буржуазный способ производства. Но к этому вернемся позже. Сейчас обсудим, в каких ключевых моментах буржуазная конституция отличается от социалистической. А в качестве примера для сравнения возьмем Францию. Чтобы сильно не задерживаться, сравним статьи Конституции об источнике власти в стране и о том, кто имеет право на собственности на земли, ископаемые, заводы, фабрики и т.д. Статья 1. Китайская Народная Республика является социалистическим государством, демократической диктатуры народа, руководимым рабочим классом и основанная на союзе рабочих и крестьян. Статья 7. Сектор экономики, основанный на государственной собственности, то есть социалистическая экономика, основанная на системе общенародной собственности, является руководящей силой в народном хозяйстве. Государство гарантирует укрепление и развитие сектора экономики, основанной на государственной собственности. Статья 9. Недра, воды, леса, горы, целинные земли, отмели и другие природные ресурсы являются государственной, то есть общенародной собственностью. Исключение составляют леса, горы, степи, целинные земли и отмели, которые по закону являются коллективной собственностью. Государство гарантирует рациональное использование природных ресурсов, берет под охрану ценные виды животных и растений, запрещается любым организациям и частным лицам, какими бы то ни было способами присваивать и разрушать природные ресурсы. Из французской конституции. Статья 3. Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через своих представителей и путем референдума. Никакая часть народа, никакая отдельная личность не могут присвоить себе его осуществление. В соответствии с установлениями конституции выборы могут быть прямыми или косвенными. Они всегда являются всеобщими, равными и тайными. В соответствии с условиями, определяемыми законом, избирателями являются все совершеннолетние французские граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими и политическими правами. Из китайской конституции выходит, что Китай – социалистическое государство, в котором власть осуществляется через диктатуру народа, движущей силой которого является рабочий класс. Все земли, леса и поля являются общенародной, а за редким исключением – коллективной собственностью. Различные предприятия или организации состоят также в государственной собственности. Большую долю в экономике занимает коллективная собственность, которая в будущем будет развита до общенародной. Существует и частный сектор, который находится под жестким контролем рабочего класса. Со вторым разбираемым документом дела обстоят не так хорошо. Получается следующее. Франция – буржуазно-демократическая республика. Главным источником власти… ой, национального суверенитета является народ, который осуществляет свою власть через представителей. Главным из них является президент. Его выбирают раз в пять лет из предложенных кандидатов. Процедура импичмента никогда во Франции не применялась. Кому принадлежат земли, реки и все их содержимое, в Конституции не написано. Во всей Конституции нет ни единого слова про распределение богатства страны. Ответ на этот вопрос нам подскажет статистика. По Франции самый крупный разрыв в оплате труда – большой процент безработицы. Продолжающаяся волна кризисов и антинародных реформ привела страну на порог краха. По гремящим несколько месяцев подряд протестам мы явно видим, что граждане Франции с текущим положением вещей не согласны. Франция отличается от Китая ровно настолько, насколько может отличаться китайская конституция от французской. Франция – классическая буржуазная держава, раздираемая, как и весь остальной капиталистический мир, постоянными кризисами и противоречиями. Китай же показывает совершенно другую картину. Постоянный рост экономики, инновации, ликвидация бедности, политика интернационализма и открытости, развитая инфраструктура, медицина, образование и так далее. Но транслировать такую картину было бы невыгодно. Поэтому по заказу буржуа долго и упорно ведется длительная и серьезная антикитайская кампания. В первую очередь, рост Китая не выгоден крупным экономикам, а именно США и американским марионеткам. Поэтому разлагающийся, буквально цепляющийся за последнюю соломинку союз капиталистов ведет массовую пропаганду против набирающего сил социалистического мира во главе с Китаем. Насколько гнусна и нерепая эта пропаганда, настолько же и гнусны методы ее распространения. Так как в последнее время вновь стали набирать популярность идеи Маркса, появились те, кого в истории коммунистического движения назвали легальными марксистами. Легальные марксисты современности торгуют эфирным временем с целью наживы, используя при этом марксистскую риторику. Самое главное в легальных марксистах и их оппортунистическом учении – это отсутствие революционной сути, призывов к участию в классовой борьбе и развитию классового сознания у широких масс. Мол, революция рано или поздно должна сама наступить, вы главное ждите и терпите. Или заявление о том, что не пришло еще время для создания партии, сознание рабочих масс еще не проснулось и множество иных подобных тезисов. Все эти легальные марксисты нужны только для того, чтобы дискредитировать коммунизм как учение о классовой борьбе пролетариата. Некоторые буржуазные и пророссийские СМИ тоже используют антикитайскую риторику, но сейчас все больше отходят от этого по причине развивающегося российско-китайского сотрудничества. Левые же блогеры продвигают откровенно антикитайские идеи, выгодоприобретателем которых является в итоге американский капитал. Марксистами они являются только в их собственных речах, поскольку их диалектический материализм заканчивается в тот момент, когда нужно отработать заказ. Когда начинаются рассуждения о Китае, в группе так называемых марксистов резко отбивает память и ум. Цитаты становятся не в попад, зачастую даже вырываются из контекста. Данные берутся из непроверенных и вражеских источников, искажаются и подтасовываются факты и так далее. Вот, например, в качестве официальных источников в своих нападках, верные ленинцы используют статьи и сводки про американских и откровенно антикоммунистических изданий, начиная с журналом Forbes и заканчивая статьями и книгами на тему «Китай скоро рухнет», «Жестокая эксплуатация в Китае», «Геноциду игуров» и прочее. Всю эту грязную ложь наши блогеры транслируют на широкую аудиторию, рисуя широкими мазками картину современного тоталитарного Китая. Эти сволочи поступают наравне с Юрием Дудем, который пугает несознательных граждан колымскими ужасами, кровавым упырем Сталином и прочими страшилками. Все это настолько притянуто за уши, что при прочтении очередного антикитаиста невольно начинаешь подозревать у подобных личностей серьезные психические отклонения. Эти мифы, на самом деле, не стоят и выеденного яйца. Большую популярность они получили лишь из-за того, что в раскрутку этих данных вливались колоссальные средства. Чтобы в этом убедиться, детально разберем несколько мифов. Начнем с известной байки об огромной доле частной собственности, размером чуть ли не со всю экономику. Левыми блогерами, вроде Семина, заявляется следующее. Это китайские банки и китайские корпорации. Социалистический финансовый капитал с китайской спецификой. Получается мир, а значит и мы с вами уже в одном шаге от социализма. Да вот же в Москве китайские корпорации возобновили выпуск социалистического москвича. Константин на голубом глазу доказывает, что частный сектор в экономике Китая занимает огромную часть. И он даже нашел статью CGTN на русском 2022 года. Самое смешное в этой ситуации, что статья была написана не для Китая. Нужно понимать, что в буржуазном государстве нет таких понятий, как общественная и общенародная собственность. Семин же за попыткой отработать гонорар решил сыграть в наперстки. Суровая реальность такова, что несколько крупнейших государственных компаний по выручке обходит весь частный сектор. Естественно, на это ни одна подсилка западных спецслужб и Константин в особенности не будет обращать ваше внимание, поскольку потом могут начаться ненужные вопросы, да при том в большом количестве. Вот организовывать партию с названием «Партия умеренного прогресса» среди людей, купивших билеты на концерт группы Джанни Радаре, дело другое. Это вам не ясли, понимаете? Левые винят Китай в ревизионизме из-за рыночных реформ Дэн Сяопина. Каждый считает своим долгом сказать, что Китай вот-вот рухнет. Примерно тем же самым, кстати, занимались партийные советские ревизионисты в период Хрущева и Брежнева, обвиняя Китая почем зря. То есть они просто обманывали широкие массы, преследуя свои корыстные цели. В реальности реформы Дэн Сяопина стали спасением для Китая. Если в начале этих реформ Китай был страной с дешевой рабочей силой и большим рынком сбыта, то постепенно пошел процесс вытеснения конкурентов с внутреннего рынка и мировой арены. Эти реформы были необходимы для Китая. На момент их проведения китайцы понимали, что Советский Союз взял курс на реставрацию капитализма, неуклонно ведущую к развалу страны. А других серьезных экономических партнеров у КНР больше не было. Поговорим теперь о китайских сатрапах. Это любимая тема левых блогеров после капитализма в Китае, разумеется. Самое уморительное в таких роликах – это нокаут драматизма. После того, как выстроена атмосфера всеобщего траура, блогер начинает рассказывать о тяжелой жизни простого китайца. Весь этот показной ужас опровергается следующими статистическими показателями. Внутренняя покупательная способность граждан, количество туристических поездок, доходы населения, процент бедности, которой, к слову, с конца 2022 года в Китае больше нет. По этим данным выходит, что китайцы за свой труд получают неплохие деньги, и никакой сатрапии нет и в помине. И как вишенка на торте главы 42 и 43 Конституции Китая. Статья 42. Граждане Китайской Народной Республики имеют право на труд и обязаны трудиться. Государство различными путями создает условия для трудоустройства, улучшает охрану и условия труда, а также на основе развития производства повышает оплату труда и материальное благосостояние трудящихся. Труд – почетная обязанность всех трудоспособных граждан. Трудящиеся предприятия, государственные собственности и коллективных хозяйственных организаций города и деревни должны относиться к своему труду как хозяева страны. Государство поощряет социалистическое трудовое соревнование, награждает отличников труда и передовиков. Государство поощряет занятия граждан добровольным безвозвездным трудом. Государство осуществляет необходимое трудовое обучение граждан для устройства их на работу. Статья 43. Трудящиеся Китайской Народной Республики имеют право на отдых. Государство улучшает условия для отдыха и укрепления здоровья трудящихся, устанавливает для рабочих и служащих рабочее время и систему отпусков. Геноцид уйгуров является еще одной темой для спекуляций. Никакого угнетения уйгуров, а тем более концлагерей и убийств в Китае нет. Во всех этих глупосях правды нет ни на грош. По китайской конституции культура национальных меньшинств, язык, права и так далее сохраняются и оберегаются. К тому же в социалистическом государстве нет места национализму. Для него нет экономической и политической почвы. Социализм продвигает идеи интернационализма и дружбы народов. Будь это геноцид правдой, по сети давно бы гуляли ролики с массовыми убийствами, местами захоронений и так далее. Пока этих материалов нет, а за них выдаются, к примеру, фотографии собраний рабочих заводов, ущемление уйгуров является выдумкой. Единичные стычки с полицией доказывают лишь то, что Китай – правовое государство со своим уголовным и административным кодексами. Главным документом является конституция, которая действует для всей многонациональной республики. Как мы убедились, китайская конституция является не только сводом законов, но и сильнейшим идеологическим оружием. Все те преступления, которые приписывают Китаю, не просто невыгодны ему, но так еще и незаконны. Исполнение китайской конституции гарантируется КПК – самой крупной коммунистической партией в мире, в которую входит почти 100 миллионов человек, по данным 2022 года. Пока левые блогеры клевещут на Китай, Китай строит социализм, не отклоняясь от заданного курса на теоретической базе Маркса, Ленина, Сталина и Мао Цзэдуна. Наша партия призывает вас вступать в наши ряды, чтобы ликвидировать контрреволюцию на территории бывшего СССР и не дать опорочить наше с вами прошлое и сломать наше будущее.